Сейчас 9.40 утра, я проснулась в 5, чтобы в 5.30 встретить рассвет, потому что они уже последние перед осенью, и они будут другого цвета. Каждое утро я начинаю с low-fi битов, которые играют на фоне. Просто вожу chill, low-fi бит, чаще всего jazz. Вот, это мне доставляет совершенно другое настроение. Если бы я просыпалась под хаски или Кровосток, было бы иначе. Это точно. Сегодня я буду готовить супчик из тыквы, суп-пюре. И потом у меня стажировка, и я думала, немного погуляю на красный. А ещё хочу рассказать, почему уволилась с работы и как я к ней отношусь к работе вообще. Посмотрите, какое сегодня красивое небо. Этот район, который далеко, где облака лежат, он называется Юбилейный. Это мой самый любимый район, я бы очень хотела там жить. Между нами река и вот эти деревья. Так что, как-нибудь потом. Так, сперва я почистила это всё и порезала. От того, как режется тыква, можно умереть. Поэтому лучше попросите своего парня, запрягите, ради бога. Не нужно так трудиться. И она ещё, кстати, взяла, посушила мне руки. Картошка нужна обязательно. Это лук с чесноком. И морковка тёртая. Всё, больше ничего не нужно из овощей. Остальное дальше расскажу. Вот, посмотрите, как выглядят эти картинки с обитами. Я так сильно люблю. Духовки и плиты у меня нет и никогда не было в этой квартире. И поэтому я пользуюсь такой печкой. А то место не должна быть духовка. У меня лежат овощи и вода. Вот, первым делом, что нужно сделать? Нужно морковку и лук жарить. Сейчас я этим займусь. В отдельной тарелочке у меня лежат морковка и картошка, которые можно есть. Которая не пойдёт мне в суп. Я очень люблю сырые картошки. Сама дядя своих точу. Нам рекомендуют обжаривать до тех пор, пока они не станут мягкими. Я считаю, мягче некуда уже. Я думаю, это очень мягко. Хватит. Шаг третий. Соединяем картошку, перекладываем в кастрюлю и добавляем к нему овощи. К чему к нему? А, картофелю. Кто говорит картофель? Раз. Какая огромная кастрюля. В смысле, вообще маленькая. У меня там тыква ещё настолько же. Очень вкусно пахнет, как в детстве. Я переложила. Вышло похоже. Дальше. Тыкву выкладываем в сковородку и обжариваем 5 минут, чтобы она размягчилась. Окей. Теперь заново нужно масло. Теперь нужно заново масло. Короче, я многое съела. Видите, они даже падают, как камни. А как её было чистить и резать, вы себе даже представить не можете. Это надолго. Вот какими маленькими кусочками нарезали всё нормально и докладные женщины. Я обезьянила только потом. Мне сказали крупно, большими кусками. Я порезала крупно. А это вообще мелкие. Ну, реально. Нормальные просто какие-то куски. Я зажарила, короче, всё, я не могу. Теперь нужно соединить одно и второе. Тем временем мне бы всё такое же красивое. Это я. Заливаем овощи водой. Это у меня есть. Всё, готово. Теперь нужно подождать, пока оно сварится. Это примерно 30-40 минут, мне пишет какая-то женщина. Ну вот, а потом нужно будет добавить это всё в блендер и перемешать. Есть подозрение, что вариться это всё будет долго ещё. Поэтому я расскажу кое-что. Расскажу, почему я уволилась с работы в очередной раз. Я уже потеряла счёт, на скольких работах я работала. Их было настолько много, что даже не пересчитать. Последнее место работы это был центр проведения детских праздников. То есть у ребёнка, допустим, день рождения, 5 августа. Родители бронируют дату и дают бабки. Всё. Мы устраиваем для них шоу-квест, которое они проходят с актёрами. Потом у них там дискотека, сладкий стол-банкет, поздравления вы на сторт. Ну, в общем, день рождения устраивать. Я работала там администратором, потому что я очень хотела работать с детьми. Очень хотела, потому что я очень сильно люблю детей. И так самого самой как таковой работы с детьми было мало, потому что я в основном работала с мамками, которые заказывают праздник. И та нагрузка, которая на меня накладывалась, те все обязанности, которые в меня впихивали, весь тот трэш, который мне приходилось выносить за эти нищенские гроши, которые мне платили, которых мне не то чтобы не хватало, даже подумать не хватало о том, вообще там даже не было не то чтобы лишних денег, мне не хватало тупо на квартиру. Вот, я проработала меньше месяца, потому что до собеседования приходишь и начинается. У нас в прошлом месяце девочка-менеджер заработала один миллион. В общем-то, оклад то фигня, но процент от продаж, то у нас ого-го-го какой большой, и все зависит от вас, как вы будете продавать, столько вы будете зарабатывать. И я повелась на эту чушь, хотя подсознательно я знала, что херня, поэтому я не удаляла хэдхантер. И так вышло. Сейчас. Нет как таковой конкретной причины, что я, допустим, там, поссорилась с директором, или что-нибудь запорола у меня уволили за жесткий косяк, или не вышла на работу, нет причины, никакой вообще нет. Просто мне не устраивала работа. Есть куча людей, которые хотят за такие бабки столько работать, их все будет устраивать, классно, я не хочу занимать это место, и к работе я отношусь очень легко, очень просто, примерно так же, как и к отношениям, как к свиданиям в Тиндере, что вот я устраивалась на эту работу, я не обязана на ней пахать до конца своей жизни, и даже полгода, и даже месяц, если меня что-то не устраивает. Я же не буду, вот парень, допустим, хочет отношений с Тиндера, ну как бы я тоже хочу отношений, и мы же как бы оба хотим отношений, почему бы нам не попытаться построить это вместе, ну если не прет, ну если не нравится, чем выносить друг другу мозг. Не моя работа, и для этой работы я тоже не ее человек. Ко всего нужно проще относиться, сейчас такое время, и мы даже не в Китае живем, где можно саму, или Японии, где самоубийство можно покончить, пойти в лес самоубийц, и там повеситься от того, что все, у меня нет работы. Я за эти полгода сменила работ пять где-то, ну вот с начала этого года. Я попробовала, мне не понравилось. Я попробовала, мне не понравилось. И что в этом страшного? Скажите, кто меня за это побьет, или может быть это как-то отразится на моей репутации, что я плохой человек. Я от этого становлюсь хуже от того, что часто меняю работу. Нет, я просто избирательная. Я не могу сразу определиться и сказать, что я хочу конкретно быть дизайнером и редактором новостей. Если у меня так не случилось по жизни, то я пробую, пробую. Не понравилось, уволюсь, найду новую. Я же от этого не умру, жизнь не доведет меня до такого, что я буду лежать на улице бомжом. Нет, просто я в поисках. Я пробую разные варианты, и не вся не меня устраивает, что нормально. Очень шумно там стало какой-то ад. Громко. Пипец. Будто что-то взрывается. Договорю про работу, просто на кухне стало очень шумно из-за того, что там варится тыква. Получалось так, что я устраиваюсь на работу, сначала все идет хорошо, потом меня начинает тянуть, что-то гложит очень сильно. Я понимаю, что я трачу время, мне так жалко становится свою жизнь из-за того, что я недовольна работой, и я расстроена, я огорчена, я не могу себя никак даже успокоить тем, что вот и прихожу сюда, я трачу свое время, я трачу свою жизнь, боже, вот мне будет 90 лет, а я сижу вот сейчас молодая и несчастливая, тупо от того, что я работаю на какой-то конченной работе стрёмной, и мне что-то указывают делать, мне так грустно, я так не хочу, и шла домой и думала об этом постоянно так у меня со всеми работами, что я мне становится очень жалко этих часов, что я сижу на работе и думаю блин, я бы сейчас могла гулять по улице, я могла бы идти на свидание, я могла бы записывать видео для своего блога, или гулять, лежать на траве, что я очень люблю, ходить по небосекам, сейчас лето, но я трачу это на работу, и не вижу причин, чтобы останавливаться на том, что имею сейчас, тем более вся работа, которую бы я не поменяла, я считаю временной, потому что в один из прекрасных дней я буду больше выкладывать видео на YouTube, и смогу зарабатывать на этом, но я уверена, как бы это сейчас самодовольный не замечало, все равно, я же люблю то, что я делаю, и как может у меня не получиться, если я буду просто более дисциплированной выкладывать регулярно, приходя на работу, я вот славливаю вот эту тональность, вот этот тон, когда все, я просто я не хочу ничего делать, хочу оказаться не здесь, а зачем мне такая жизнь, и я после работы несу ее в окружающую действительность, в мир, где уже работа за спиной, я уже вышла с нее, она позади, а зачем мне это, чтобы я привносила страдания с работы в свою жизнь, я так не люблю, я не хочу, и было решено в который раз, что этого не стоит, этого не стоит, я найду что-то лучшее, просто 90% людей реагируют на это как-то с шоком, что опять-то уволилась, будто это что-то плохое, это то же самое, что я сходила на неудачное свидание в тиндер, и вернулась в одинокую жизнь, что я потом что-то лучше найду, мне не понравился этот парень, я не хочу с ним пытаться что-то строить, только потому, что он симпатично выглядит, у него есть бабки, и у нас какая-то схожесть интересов, просто одно желание быть вместе, все, типа я еще отношения и он, это все, чем мы похожи, работа ищет работника, я ищу работу, это так не работает, нужно блин, нужно что-то другое, он сварился, вода, я добавила очень много воды, и мне даже пришлось немного отлить ее отдельно, нам все равно кажется, что очень много, ничего страшного, дальше этап какой, все, блендер, посмотрите какой цвет красивый, мальчикам не понять, вкусно, это еще не все, соль, перец и сливки, я добавлю абсолютно все, что у меня есть, и мешаю заново, я добавила сливки туда, целую упаковку, где-то 500 миллилитров, и варила еще пять минут, да, он стал более густым, и каким-то структурированным, в принципе, думаю, не страшно, я ушла снимать на балкон, потому что свет там ужасный, к супчику я добавила тыквенные семечки, гренки и розмарин, вот как это выглядит, и кстати, по текстуре он получился очень классный, прям то, что нужно, и по вкусу, я пока готовила, пока наливала, 300 раз обрезала половник, я уже почти наелась, но это я тоже съем, очень вкусный суп, моя подружка вернется из Финляндии, я ей такое приготовлю, клянусь, он офигенный, я уже устала его есть, уже третий раз его ем, он вкусный и не сытный, я поем его, потом опять хочу, потом опять хочу, еще спать хочу, а мне ехать на стажировку, сегодня суббота, красная закрыта, люди гуляют, я тоже хочу, интересно, сколько я на этой работе проработаю, кажется, еще мягче, чем на прошлом, я выложила супчик в сторис и подружка, которая в Финляндии, она мне на него ответила, типа ух ты, она даже не знает, что я, когда записывала видео, я сказала, что хотела бы этим супом накормить именно ее, думаю, это связь, это связь, это связь. Вот, и я, и я, и я, и я. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...